Итак, друзья, сегодня я вам представляю мой ПК, и я уже включил крутую игру, но, а вы её, конечно же, не посмотрите, но я пока что проверяю, как работает ПК. Мой игровой, супер дорогой ПК! Для него даже подключён специальный блок питания, чтобы компьютер не сломался, и, вы сами понимаете, чтобы он не взорвался от того, в какие игры я играю. Так как я люблю тестить игры, да, реально, крутые игры, и использую сразу несколько наушников. Да, несколько. Клавиатуру Razer и драст-мышку. Этот видеоролик тем крут, потому что я показываю все свои игровые девайсы. Ну, в данный момент то, что я буду снимать. Я вам покажу, как я снимаю видеоролики и как монтирую, и как на это реагирует мой ПК. Например, на одной из игр я использую ультра-настройки, и это реально круто. Итак, представляю вам свой NVIDIA GeForce Experience. Это настройки моего ПК. Да, конечно, не супер круто, но почему-то у меня определяется две GeForce GTX 970, хотя у меня стоит 980, точнее, у меня стоит 1080 уже давно, и это странно. Ну что уж сказать, тупой NVIDIA, который не может даже определить мой компьютер. То есть получается, что это прекрасный ПК, реально очень крут, и мне он реально нравится, и он имеет сразу 4 USB-входа, в которые можно втыкать разные наушники, мышки. То есть этот компьютер тянет даже несколько мышек, и я, конечно, не проверял на всех мониторах, но мой компьютер тянет 3 монитора, я проверял, остальные не проверял. Это очень круто, возможно, даже 5 мониторов он потянет, потому что он крутой. Как я уже сказал, мой компьютер тянет сразу же всё, и там имеется две видеокарты. GTX 1080 и GTX 970. Intel Core же у меня i7, ведь для меня его хватает, и достаточно мне и i7, потому что менять на i9 мне нет смысла, потому что я не работаю ни над какими дизайнами, и i7 тянет почти все игры. Почему почти? Потому что я не уверен, что некоторые игры у меня будут тянуть, когда они выйдут. Например, те же метро на максималках. Я просто не уверен, что это будет тянуть, и придется всё же поменять. Но я так думаю, что с такими видеокартами у меня попрёт всё. Кстати, вот у меня такой вот профиль, кто не смотрел, кто не видел. Это такой мой профиль на втором аккаунте. Основу я, конечно, показывать не буду. Монитор же у меня стоит 75К, но я ещё успел и купить и новый монитор, стоимостью 100К. Клавиатура же у меня. Если честно, не помню, но, по-моему, 1012, наверное, стоит. Это вот это вот. Конечно, ярко здесь не так вот особо и видно, но это подсветка, и это достаточно-таки крутая клавиатура. Да. Мышка же стоит не один рубль точно, но она переливается. И в ней есть не только синий цвет, но можно и поменять на любой другой. Конечно, она уже немного старая, ведь я её покупал в прошлом году, и она немного грязная. Но она умеет менять цвета, и сейчас мы это всё проверим. Когда я играю в крутые игры, я использую именно такой цвет мышки, потому что скорость изменяется, и это очень даже круто. Использую я вторую скорость, потому что для этой мышки это вообще классно. Другие цвета я особо не использую. Это жёлтый цвет, да. Это зелёный цвет, и, как вы уже поняли, наверное, кто знает, здесь скорость мышки изменить невозможно, ведь она не изменяется. И это сделано для каких-то странных игр, возможно, для стратегий, но точно не для КС, где надо прицелиться и кого-то убить. Но для меня это тоже хорошая очень настройка, и можно поиграть. Но я всё же вернусь, наверное, на синий цвет, потому что мне он больше нравится, и так как я играю больше всего в КС, и поэтому я играю в ММ всякие, я использую вторую скорость, здесь можно поменять на любую скорость. Здесь 4 скорости, которые можно поменять, и можно здесь... Ну, я меняю на вторую, потому что на второй проще всего играется. Вот так вот. Коврик А4Т. Почему не Razer? Почему не это? Потому что именно для КС я использую этот. Не знаю почему, потому что я использую уже его несколько лет, и для меня этот коврик реально крутой, потому что с ним удобно играть и убивать, да. Для разных других дел я, конечно, использую другие коврики, но об этом немного позже. И последнее, что я вам сегодня представлю, это наушники Logitech. Не забывайте, если на этом видеоролике набирается 3 лайка, то я сниму, что тянет мою компьютеру, какие игры и на каких настройках я играю. Ну, на этом, наверное, всё. Всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите в комментарии под видео. А этот мониторщик за 100К останется здесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok